Браслет из скрепок, кольца из карандашей, ожерелье из мелков и сережки из ластиков. Смотри в нашем новом видео, как превратить обычную школьную канцелярию в стильное украшение. Девочки надели в школу лучшие украшения. Учеба должна быть красивой, но Марья Ивановна запрещает носить броски и аксессуары в школе, хотя сама и надела яркую массивную заколку в виде карандашей. Остатки цветных карандашей затачиваем с обеих сторон. Термоклеем приклеиваем к основе для заколки. Дисциплина превыше всего. Девочки возмущены. А как же броская заколка Марьи Ивановны? Она сделана из канцелярии, так что допускается на занятия. А украшения учениц придется снять. Оставаться модной и красивой в школе – это отдельный челлендж. Девочки схитрили и пришли в новых украшениях. Теперь Марье Ивановне не к чему придраться, ведь это ожерелье сделано из восковых мелков. С восковых мелков снимаем обертку и разламываем их. Раскладываем по кусочку в силиконовую форму в виде небольших листиков и сердечек. Расплавляем в микроволновке и ждем, пока мелки застынут. Тонкой иголкой прокалываем в мелке отверстие. Вставляем бижутерное колечко. И крепим восковые подвески на цепочку. На концах цепочки крепим колечко и замочек. Украшения из канцелярии к учебе допускаются. А своим красивым ожерельем Джессика может нарисовать яркую картину. Так что все по-честному. Стефани тоже надела украшения из натуральных канцелярских материалов. Этот комплект сделан из карандашей. Цветные карандаши нарезаем на мелкие кусочки по 5 миллиметров. Приклеиваем детали на основу для кольца. За пределами основы склеиваем детали гранями. Кольцо Стефани выглядит очень стильно и необычно. А в комплекте к нему идут яркие сережки из карандашных спилов. Кусочки цветных карандашей склеиваем гранями. Делаем форму цветка. И приклеиваем основу для сережек-гвоздиков. Готовим две детали. Покрываем сережки прозрачным акриловым лаком. Девочки соблюдают все школьные правила. Никаких запрещенных украшений. Только бижутерия из канцелярских принадлежностей. Стильно, модно и практично. А главное, Марья Ивановна довольна. Марья Ивановна уснула на уроке. Бедняжка. А девчонки тут же начинают баловаться. В ход идет все. Даже палочки для волос. Устроим настоящую битву с самураев. Палочки для еды разрезаем. Вынимаем серединку. Концы палочек приклеиваем на две ручки. Термоклеем наращиваем объем на палочках. Горячим носиком термопистолета сглаживаем неровности. Окрашиваем ручки акриловой краской. Кончик палочки тонируем белым цветом. Украшаем декоративными полубусинами. Девочки сражаются на палочках-ручках. От шума просыпается Марья Ивановна. Но ученицы быстро превращают свое оружие в обычные шариковые ручки. Это всего лишь канцелярия, а девочки ведут себя хорошо. Джессике срочно нужен ластик. Хорошо, что ее соседка по парте как раз надела подходящее украшение. Это сережки с ластиками на цепочке. С карандашей снимаем ластики с металлической вставкой. В колпачок для подвески заливаем термоклей. И вклеиваем ластик. Вставляем бижутерную цепочку. И крепим застежку для сережки. Сережки с ластиками очень удобные. Джессика нехотя возвращает сережку подруге. Но когда ей снова нужно стереть надпись, она стирает ластиком прямо со свисающей сережки. Хорошо, что цепочка такая длинная. Так и быть, Стефани жалится над подругой. Она дарит ей свое кольцо с карандашом и ластиком. Джессика счастлива. От карандаша отрезаем носик и ластик. На основу для кольца приклеиваем носик карандаша. А с противоположной стороны крепим ластик. Покрываем кольцо золотистой акриловой краской. Теперь Джессика сама может стирать карандаш своим украшением. Кольцо ластик очень практично. А главное, красиво и необычно. Стефани почти закончила рисунок. Но ей не достает голубого карандаша. Джессика не может помочь подруге. Ни один другой цвет не подходит. Марья Ивановна уже спешит на помощь. Ее стильная брошка как раз то, что ищет Стефани. На маленький карандаш приклеиваем английскую булавку. Покрываем конец карандаша клеем. И посыпаем глиттером. Марья Ивановна отрывает брошку карандаш от сердца, чтобы ученица могла выполнить задание. Настоящий педагог. А вот для Джессики у нее нет подарка. Сразу понятно, кто здесь любимчик учителя. Стефани не делится своим карандашом. И быстро заканчивает рисунок. У Стефани собралось много цветных скрепок. Она чувствует в них потенциал для украшений. А Джессика не обращает на них внимания. Тогда Стеф придумывает новый дизайн браслета. На скрепку приклеиваем бижутерное колечко. С другой стороны колечка клеим еще одну скрепку. Повторяем цепочку из скрепок и колечек. Формируем браслет. На окраине скрепки клеим колечко и карабинчик. Стефани примеряет свой скрепочный браслет. Какая красота! Вот теперь и Джессика обратила внимание на скрепки. Она тоже хочет сделать из них что-то необычное. Джессика пытается придумать, как ей использовать скрепку. И создает лаконичное и универсальное кольцо. Скрепку окрашиваем золотистым акрилом. На регулируемой основе для кольца раздвигаем и загибаем крепление. Вставляем внутрь скрепку. Края фиксируем плоскогубцами. Джессика показывает свое кольцо подруге. Но Стефани не оценила этот чудо-дизайн. Что ж, тогда и скрепочный браслет не заслуживает внимания Джессики. Мария Ивановна надела новый браслет. И пытается привлечь внимание учениц. Пусть завидуют и аплодируют ее выдумки. Но девочки заняты своими делами. Им не до браслетов. Круглые разъемные ластики в форме пироженок-макарон разделяем на половинки. Внутрь вклеиваем леску. И склеиваем ластик. Формируем браслет из нескольких ластиков. Край лески хорошо завязываем и обрезаем лишнее. Наконец, девочки замечают новый аксессуар. Его прелесть в том, что это не просто браслет, но еще и ластик. Мария Ивановна легко стирает браслетом карандаш. Кто еще способен на такое? Стефани замечает у подруги необычные сережки. Какая прелесть! Она просит сделать ей такие же гвоздики-карандаши. Цветные карандаши обрезаем близко к носику. Приклеиваем на разрез заготовку для сережек-гвоздиков. Крепим замочки. Джессика дарит комплект карандашных гвоздиков подруге. Стефани очень идут эти канцелярские сережки. Но Мария Ивановна все видит. Она тоже хочет себе новые сережки. Придется Джессике отдать свою последнюю пару карандашей и гвоздиков в подарок Марии Ивановне. Зато учительница будет счастлива. Девочки приготовили свое украшение. Но куда же их теперь сложить? У Джессики есть идея. Вся бижутерия поместится в ее тайную шкатулку в блокноте. Приготовим блокнот в твердой обложке. Страницы приклеиваем канцелярским клеем. Внутри вырезаем отдельные шкатулки. Квадрат и два прямоугольника. Проклеиваем бумажные стенки изнутри. На декоративной бумаге чертим размеры отделений с отступом для боковых стенок. Вырезаем. Сгибаем по линиям. Вклеиваем бумажную подложку в отделение. Края заклеиваем декоративным скотчем. Девочки складывают свои красивые украшения. Здесь набралась целая коллекция аксессуаров. Все украшения уникальны и необычны. Марья Ивановна тоже залюбовалась этой бижутерией. Она не может допустить, чтобы такая красота прошла мимо. Властью, данной ей директором школы, она забирает шкатулку с украшениями себе. Какая несправедливость! Теперь Марья Ивановна, властелин колец, сережек, ожерелья, браслета и других сокровищ девочек.